Привет! В этом уроке мы изучим переменные, а также типы данных, которые можно использовать для переменных. А перед просмотром я рекомендую сайт itbroker.com. На этом сайте вы найдете домашние задания, код и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок будет в описании к этому видео. Для начала, что такое переменные? Переменные это просто ячейка в памяти, куда мы можем списать какую-либо информацию и дальше этой информацией оперировать. То есть мы можем эту информацию выводить на экран, проделать с ней какие-либо математические или строковые операции и в принципе просто взаимодействовать с этими данными. Значит, как записать саму переменную? Для начала нам необходимо прописать имя для переменной. К примеру, я хочу, чтобы в какую-либо переменную мы записывали возраст нашего пользователя. Соответственно, я прописываю имя для этой переменной как age. Больше ничего здесь не надо дополнительно прописывать. Дальше указываю знак равенства и записываю в эту переменную какое-либо значение. Поскольку эта переменная связана с возрастом, то, соответственно, сюда будет разумно записать какое-либо число. Ну, к примеру, я напишу, что age, то есть возраст, равен 18. Теперь я могу вывести эту переменную. Для того, чтобы ее вывести, нам необходимо просто использовать age, а также лучше все такие переменные выводить непосредственно в таких круглых скобках. Тогда у нас никаких ошибок не будет. Запускаем это все и видим, что у нас просто выводится на экран число 18. Ну, то есть, соответственно, значение нашей переменной. Все переменные можно перезаписывать. То есть, к примеру, мы сейчас написали с вами age, оно равно 18. Но мы можем ее перезаписать и указать, что она, например, теперь будет равна 24. Плюс добавим, что мы теперь его выводим через put, чтобы у нас был отступ. Соответственно, здесь у нас она была 18 и она так и вывелась. Дальше компилятор прочитал код дальше и увидел, что age теперь у нас 24. И, соответственно, вывел, что она у нас действительно теперь 24. То есть, переменные можно переопределять. И это их ключевая особенность. Кроме того, называйте переменные, чтобы в них не было никаких непонятных символов. К примеру, чтобы в них не было там какого-либо амперсанта, например, или знака процентов, или знака доллара, или что-то в этом духе. Если я напишу здесь, например, знак процентов и попытаюсь такое запустить, то у нас компилятор выдаст нам ошибку, потому что так нельзя называть переменные. Кроме того, вы можете называть переменные, используя еще и цифры. Например, если вы поставите age 1 или, например, age нижнее подчеркивание 1, то такой код у нас опять-таки будет абсолютно верно работать. Как видите, здесь никакой ошибки не возникло. Единственное, может возникнуть ошибка, если вы начнете писать цифры в начале перемены. То есть, например, 1h, и тогда у вас здесь уже возникает ошибка, потому что нельзя цифру написать в начале имени переменной. То есть, не используйте непонятные какие-то символы, например, амперсанта, дефис тоже нельзя использовать, нижнее подчеркивание можно, а вот дефис нельзя, и не ставьте цифры в начало имени переменной. Все остальное в имени переменной допустимо. Каждая переменная имеет тип данных. К примеру, сейчас для переменной age мы использовали целочисленный тип данных. Это такой тип данных, в который мы можем записать исключительно целое число. То есть, age у нас имеет значение 18, а также потом мы переприсвоили значение на 24, и оба эти значения являются целыми числами. А значит, эта переменная имеет тип данных целочисленный. Если вы и ранее как-то знакомились с другими языками программирования, то там необходимо явно указывать тип данных. То есть, например, integer, то есть мы бы прописывали int, дальше название переменной, и потом ее значение. Здесь такого делать не надо, здесь эти типы данных являются невидимыми, то есть их не нужно писать, но тем не менее они здесь присутствуют. В данном случае мы прописали переменную, которая имеет целочисленный тип данных. Но также существуют и другие перемены с другими типами данных. К примеру, запишем переменную, в которую можно записать строку. Например, называем строку как нам угодно, то есть вообще присвоение и создание переменных, оно в Ruby никак не отличается, просто сам тип данных может отличаться. То есть мы пишем name, и сюда в двойных, либо одинарных кавычках мы записываем какое-либо слово. Это у нас будет строка, это может быть одно слово, несколько слов и так далее. Например, привет всем, я Георгий. Вот, к примеру, пускай так будет. Мы это с вами сохраняем, и вернее еще дополнительно выведем это на экран. name, здесь пускай тоже у нас будет puts, чтобы все с новой строчки писалось. И теперь у нас выводится 18, выводится 24, и привет всем, я Георгий выводится. То есть вот такая вот еще дополнительная строка. Каждая переменная имеет определенный тип данных. К примеру, мы сейчас с вами записали переменную h, и в нее мы, по сути, записали целочисленный тип данных. То есть это число, которое, просто целое число. То есть, например, 18, и потом мы переопределили, и это 24. Соответственно, это просто целое число. Это не число с какой-то там точкой, например, 24,5, а просто целое число. То есть это первый тип данных, целочисленные переменные. Далее у нас существует еще несколько типов данных. Все эти типы данных, они явно здесь не определяются. То есть, к примеру, в языке C++ нам необходимо было бы здесь прописать int, потом указать имя переменной, потом дать ей значение. В Ruby этого всего делать не надо, оно здесь явно не указывается, но, тем не менее, типы данных существуют. То есть, это целочисленная. Дальше мы можем создать переменную, которая, например, будет у нас называться name, или даже не name, а текст, пускай она будет у нас называться. И это будет переменная, которая будет содержать строку. Строки можно записывать в одинарных кавычках, либо в двойных кавычках. Разницы здесь нет никакой. К примеру, сюда поместим такую строку, как «Привет всем, я Георгий». После чего мы можем вывести это все на экран, то есть, например, здесь выводим текст, и также puts еще здесь поставим, чтобы у нас просто было все в разных строках. Таким образом, мы выводим 21724, а также выводим строку. Опять-таки, ничего особенного мы вроде здесь не прописали, но здесь у нас уже идет тип данных string, то есть строка, потому что это уже другая переменная с другим значением. Не просто число, а уже именно строка. Кроме этого, существует еще три типа данных. Первый тип данных, ну, например, мы назовем переменную happiness, и в нее мы поместим 0.98, то есть, это тип данных с плавающей точкой. Число с плавающей точкой. В принципе, вывод такой же, поэтому на этом заморачиваться не будем. Также существуют переменные, которые принимают лишь два значения. Это булевые переменные, то есть, это либо true, у них значение либо true, либо false. И такие переменные обычно используются в условных операторах. Например, person has car, ну, пускай так будет у нас написано, person has car, вот такая перемена, вот с таким именем у нас будет, и она равна true. То есть, например, у какого-то человека есть машина, переменная по сути так называется, и мы указываем true. Да, действительно, она у него есть. Или мы можем указать false, и ее у него не будет. Далее, такую переменную с вами можем проверять в условных операторах, которые мы изучим чуть позже в следующих уроках. И, соответственно, в зависимости от значения этой переменной, мы сможем там, например, если у пользователя есть машина, то выводить ему ты молодец, а если у пользователя нет машины, то тебе стоит ее купить. Ну, к примеру, такой текст будем выводить в зависимости от значения этой переменной. То есть, четвертый тип данных, это булевые перемены, которые принимают лишь два параметра, true или false. И пятый тип данных, например, none, напишем переменную, которая будет называться none, никак, например, да, или ничто. И она принимает значение nil. Nil – это тип данных, который обозначает ничего. То есть, у этой переменной нет ничего, то есть, никакого значения. Просто это пустая, по сути, переменная. Потому что, если мы укажем даже вот none, просто так запишем, например, то мы заметим какую-то ошибочку здесь у нас есть. А если мы напишем nil, то у нас, соответственно, никакой ошибки нет. Почему? Потому что здесь мы указали, явно указали, что в переменной нет никакого значения. Абсолютно никакого значения. Если мы попробуем такую переменную с вами вывести, print none, например, то мы абсолютно ничего не получим. Потому что в этой переменной нет никакого значения. Она просто пустая. То есть, вот такие пять типов данных существуют в языке Ruby. Переменные – это очень важная тема, и к ним мы будем возвращаться еще в каждом следующем видеоуроке. Так что вы с ними точно и обязательно еще познакомитесь. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока.